Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, если мой скромный опыт вам больше не нужен, разрешите откланяться. Работа. А что вам известно о смерти Бориса и Ларисы Трошиных? Мне? Да я знать их не знаю. Вы что-то путаете? Простите, я охотно бы пообщался, но студенты разбегутся. У меня следующая лекция. Да про их детей вы тоже ничего не слышали? Какой интернет вы их сдали? Я понятия не имею, о чем вы говорите. А сейчас, извините, я должен готовиться к занятиям. Когда я докопаюсь до правды, вы с Крестовским больше не отвертитесь. Ну привет, старший лейтенант. Живучий ты, однако. Говорил же я тебе. Осторожней. Как я здесь оказался? Как? Тебя гопники за гаражами нашли. Повезло, что скорую вызвали, а не слиняли. Врачи вон вообще говорят, что в рубашке родился. Пуля застряла внутри перикарда. Где? Где? Как бы тебе это объяснить? В общем, это такое узкое пространство между сердцем и тонкой защитной мембраной. Прикинь? Все. Я говорил, что ничего со мной не будет. Не судьба мне еще пока умереть. Да. Да, точнее не скажешь. Ты видел, кто стрелял? Кулич. Надо запросить баллистическую экспертизу. Пусть сравнят пули, вытащенную из меня и из леви. Уверен, они из одного оружия. Кулич сам во всем признался. Ты его записал? Он меня врасплох застал. Ну, баллистическую экспертизу я уже запросил. Вот только с обвинениями могут возникнуть вопросы. Слово уволенного полицейского, который постоянно игнорирует приказы начальства, против слова звездного полковника СБУ. Сам понимаешь, силы не равны. Гильзы-то нашли. Нет. Он их предусмотрительно забирает с собой. Понятно. Ну, ты не отчаивайся, Серега. Что-то придумаем, обещаю. А пока давай отдыхай, набирайся сил. Тебе нужно выздороветь. Вы правление знают, что я выжил? Нет. Никто не знает. Я приказал всем молчать. Надо рассказать. А еще по возможности нагнать прессу. Есть у меня этот счет кое-какие мыслишки. А ну? Давай, давай, выкладывай. Получилось не так аккуратно, как хотелось. Но никто подкопаться не сможет. Я все подчистил. Смотри, как возьмут за жабра. Следак давно тебя срисовал. А вдруг кому рассказал? У него на меня ничего нет. А если я рассказал, то только девчонке и Епишеву. Епишев свой не проболтается, а за Николаевой следи. Ух, упертая, вся в мать. Она сегодня к Горштейну приезжала. Вот как? А он мне не перезванивал. Судя по тому, что она почти сразу от него вышла, разговор был короткий. Он не дурак. Знает, что с ним будет, если откроет рот. Ну, ответь, ответь, не стесняйся. Он жив? Миша, ты что творишь? Я предупреждаю, я на такое не подписывался. Я же тебе нормально просил. Нормально. Да успокойся ты. Мало ли у кого зуб на твоего волчка. Он же как заноза в заднице, сам знаешь. Что врачи говорят, в каком он сейчас состоянии? Да в отключке. А говорят, выживет. Вызывали, товарищ полковник? Вызывал. Подожди. Да. В общем, будет информация, я тебе наберу. Давай. Вызывал, вызывал. Что вы у тебя парили? Ты вообще думаешь дело закрывать? Так я пришел отчитаться. Нашел я убийцу. Прям убийцу? Ты это серьезно? Он уже признание подписал. Николай Федорович, все намази. Намази, намази, начальник. По тормозам не дам. Если наши условия в силе. Он запросил пятьдесят тысяч. Ну, я думаю, это справедливо. А вы что, подвох? Да никакого подвоха. Мне не первый раз срок мотать. Лучше я здесь, на казенных харча, в тепле, чем по паркам. За днюю точку поморозить. Да еще полдочек заработаю. А губа же не треснет. За работу яду. Ладно. Под твою ответственность. Оформляй. Передавай материалы в суд. Если ты род свой поганый откроешь, я тебе сердечный приступ организую. Понял? Работай. Почистил он все. А вдруг мент выжил и заговорит? Ты понимаешь, что мое имя не должно прозвучать? Не волнуйся, Эдуард Николаевич. Не заговорит. Пока он в отключке, у меня есть время закончить начатое. Так какого черта ты здесь сидишь? Шикотина. Встреча состоится в Елисейском дворце, где главы двух государств обсудят двусторонние отношения в сфере торговли. Теперь к новостям столицы. Вчера ночью из огнестрельного оружия был ранен экс-сотрудник центрального управления полиции, старший лейтенант Волчок. Мужчину доставили в городскую больницу, где врачи более четырех часов сражались за его жизнь. На сейчас состояние старшего лейтенанта оценивается как стабильно тяжелое. Кто стрелял в бывшего полицейского и по каким мотивам пока что остается загадкой. Следственные органы занимаются выяснением обстоятельств случившегося. Девушка, здравствуйте. У вас урна там загорелась? Где? У крыльца перед входом. Чего стоить? Тушить надо, у вас тут все сейчас сгорит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В какой палате лежит волчок? В 476-й. А вы его кто? Никто. Вызывайте полицию. Здесь опасный преступник. Быстрее! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. А теперь медленно, без лишних движений. Поднимите руки, товарищ полковник. Выше. Упокой его. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так а я тут при чем? И он сам решил побыть приманкой. А если бы что-то пошло не так? Ну, ли Дима не успел бы? Ну, ли я не знаю. А я уже говорил сегодня, что не суждено мне пока. К тому же, кулича по камерам от самой парковки вели. Да, и взяли с поличным. В общем, ребят, я поехал допрашивать. А ты, герой, давай, выздоравливай. Спасибо. Я рада, что с тобой все в порядке. Ну, какое в порядке? Это громко сказано. У меня вон дырка в груди. Прости, я... Чучу. Все хорошо. На самом деле, все хорошо. Особенно сейчас. А я думала, ты меня бросила. Даже обидеться успела. Можно вопрос? Почему? Из-за меня тебя сняли с дела. Уволили теперь вот. Чуть не убили, а ты... Все равно мне помогаешь. Я рос в интернате. Знаю, каково это, когда не понимаешь, кто ты, откуда. Про то, что мои родители погибли в аварии, я узнал только, когда поступил в полицию. Поэтому, когда ты... Рассказал мне свою историю, я решил, что должен помочь тебе во всем разобраться. К тому же, ты мне очень понравилась. Первое впечатление бывает обманчивым. Ты мне тоже очень понравилась. Ну что, везунчик, сделаем перевязку и подкапельницу? А вы пока кофе попейте. Ну, я позже заеду. Поправляйся скорее. Мариночка Владимировна, это вас беспокоит? Ну, лучше без имен. Вы ко мне приходили сегодня. Да-да, я поняла. Я готов встретиться и поговорить. Но только при условии, что вы придете одна. Хорошо, как скажете. Куда подъехать? Я пришлю адрес и время смс-кой. Пожалуйста, не опознавайте. Михаил Петрович, не мне вам напоминать, как важно и полезно сотрудничать со следствием. У вас как раз тот самый случай. Я спрашиваю у вас еще раз, кто отдал приказ разобраться с Леви, Ушаевым и Волчком? Хорошо. Это результаты баллистической экспертизы. Пули, изъятые из тел Леви и Волчка идентичны и были выпущены из одного и того же оружия. Вашего пистолета. Кроме того, у нас есть свидетели. Так кто? Кто отдал приказ? Я действовал по своей инициативе. И ничьи приказы не исполнил. То есть вы утверждаете, что совершили двойное убийство и покушение по личному мотиву? Почему двойное? Я убил только Леви. Ушаев, насколько мне известно, покончил с собой. По новостям передавали. Да разве не слышал, майор? Проходите, проходите. За вами никто не следил? Вроде нет. Это квартира моей покойной родственницы. О ней никто не знает. И, надеюсь, никто не узнает. Мне придется здесь пересидеть. Пока все не улежется. Что вы имеете в виду? Он будет меня искать, Мариночка Владимировна. Крестовский. Вы выключили мобильный телефон. Отключайте немедленно. Хорошо, хорошо. Крестовский меня к этому приучил. А теперь я сам параноик. Но я теперь понимаю, не зря. Это он убил моих родителей. Я никаких признаний, официальных заявлений делать не буду. До тех пор, пока на Крестовского не заведут стопроцентного уголовного дела. Открою ты, Евгений Маркович. Очень скоро. Проходите, проходите. Простите, что устроила сегодня игру молчонка. Просто каждый мой шаг контролирует. Крестовский вызывал меня после вашего с Артемом визита. Мне Тима Артем рассказал. Он не знал о делах отца, но догадывался, что он живет не по закону. Так никто не знает. Всем приходится догадываться. В этом весь Крестовский. Но я рад, что мне представилась возможность высказаться. Просто камень из плеч. Расскажите все, что вам известно. Это Крестовский убил моих родителей, да? Гибель ваших родителей – вершина айсберга. Мариночка Владимировна, чтобы узнать все, вам придется запастись терпением. В начале 90-х бизнесмен по имени Борис Трошин связался с могущественной группировкой, именуемой в народе как ОПГ «Сундука». Официальным лидером группировки считался Сундуков Валера. Ну, отсюда и назвать. Но те, кто был внутри, они знали, что реальным богой всегда был Крест. Он же Крестовский Эдуард Николаевич. Одноклассник вашего отца. Здравствуйте. А я в то время был юристом в компании Бориса. А это мой старый добрый друг, Эдуард Крестовский. Эдуард, скажи, что же, Крест. Вот он меня с ними свел. Крестовский мастерски управлял всем по стене. Его приказы нигде не фиксировались. Он и сейчас так ведет дела. Всеми его компаниями руководит кто угодно, но только не он. А в начале 90-х, когда в стране царил хаос, беспредел, группировка Креста росла, как грибы после дождя. Разбой, грабежи, торговля наркотиками, рэкет. Доходы колоссальные. Проблема только одна. Деньги грязные. Надо было как-то их отмывать. И вот тут кто-то напомнил Кресту о его однокласснике Трошине, у которого на тот момент был вполне легальный, ну и два доходный бизнес. Строительная контора. А свела их вместе общая одноклассница. именно ваша приемная мать и жена покойного генерала. Ну, как-то Николай был майор. Сами понимаете, оклады минимальные, ситуация нестабильная. Вот он и согласился прикрывать бизнес Креста. Взаимно. Присоединяйтесь. А у Трошина дела шли не очень. В стране беспредел, денег нет. А Крестовский предложил ему солидную прибыль за то, что он будет отмывать его черные нал. Слушай, откуда у тебя столько? Ну тут же тысяч сто, не меньше. Больше, Борян, больше. Так что, соглашаешься? Да не боись, все будет четко. Дом себе построишь. А то только буржуи ему не сдавьешь. Ну, и Борис согласился. Вот только Ларисе он об этом не сказал. А к тому времени, когда он обо всем узнала, у вашего отца уже было многомиллионное состояние. Но Лариса, как честный и принципиальный журналист, настояла, чтобы он разорвал с Крестовским все отношения. Борис подчинился. Он ведь сильно любил свою жену. Но Крестовскому это не нравилось. Ведь в один момент стали трещать по швам все его схемы. Он пытался отговорить вашего отца, уговаривал его. Даже угрожал. Но Борис стоял на своем. Да еще и Лариса. И внесла свою лепту в их спор. Подумай еще. Да не о чем тут думать. Дура. Я не с тобой говорю. Это наше сборе дела. Нет у нас больше дел. И не будет. Ясно? А теперь извини, вам пора. А ты чего не спишь, принцессочка? Иди ко мне. Мне приснился страшный сон. И когда Крестовский понял, что уговаривать бесполезно, он решил, что проще убрать своего несговорчивого друга. Получается, все случилось из-за мамы? Она по-другому не могла. Такой характер. Владик говорил, что вы вся в нее. Он ведь был против, чтобы вышли в журналистику. Боялся, что история повторится. Теперь понятно, почему он так настойчиво меня отговаривал. Крестовский под пистолетом заставил Горштейна подготовить документы, потом привел к нам домой, где папа все подписал. Подождите. То есть, строительная империя Крестовского – это и есть та самая убыточная контора? Он угрожал убить нас, если папа ее не отдаст. Но никто даже представить не мог, чем все закончится. Но кроме Крестовского, конечно, он их лично застрелил. А нас не тронул. Не потому, что пожалел, а просто когда-то при свидетелях он пообещал отцу позаботиться о его детях, если вдруг что. А нарушать слово – это не по-пацански. А как ты оказалась у Николаева? Меня Ника очень любила. Относилась ко мне, как к дочке. Часто бывала в гостях, с рук не спускала. Очень мечтала о своих детях, но у них с Николаевым не получалось. Столько попыток забеременеть, все неудачные. Ника думала, что проблема в ней, даже на наркотики потела. Оказалось, что проблема была у ее мужа. Ночь убийства Николаев тоже приехал с Крестовским. Но наказни не присутствовал. Он вывел нас с братом и сестрой на улицу, чтобы мы не слышали. А я слышала. Я столько лет думала, что это просто кошмары. А адвокат не рассказывал, куда отправили Машу и Сашу? Крестовский решил разбросать нас по интернатам. Хотел развеять семью. Но Николаев поступил по-своему. Сашу и Машу он отвез в один детский дом, чтобы они росли вместе. А меня забрал к себе, чтобы Нику вернуть к нормальной жизни. Она как-то сказала, что, мол, был бы ребенок, все было бы по-другому. Ну, вот он и решил меня спасти и Нику. А через год она узнала правду о моих родителях. Вспылила, накончалась тракотой и вылетела на машине в КамАЗ. А Николаев так и не смог себе за это простить. Ну, вообще, если верить, Евгений Маркович очень переживал из-за ситуации с родителями. Каждый раз, когда смотрел на меня, разрывался на части. А я не могла понять, почему он со мной такой отстраненный и сухой. А его совесть мучила. Признаться не мог. Евгений Маркович откуда все это знал? Ну, по поводу переоформления фирмы, это понятно. Вот по поводу ники, аварии. Они с Николаевым сдружились после убийства. Много общались. Им пришлось подчищать за Крестовским. Удавать все за несчастные случаи. Договариваться с пожарными. Следить, чтобы нигде ничего не всплыло. Дружбу они не афишировали. Крестовского боялись. Он мог воспринять это как заговор. Их объединял страх и ненависть. Если они его так ненавидели и презирали, чего ж не сдали-то? Ну, я же говорю, страх за себя, за свое будущее. К тому же, они сами в этом серьезно замарались. Адвокат готов подтвердить все под запись? Только если Крестовского арестуют, тогда тут гарантия, что он больше не выйдет. Что там насчет Кулича? Там все серьезно, Эдуард Николаевич. Его обвиняют в убийстве и покушении. Говорят, доказательства железные. Откуда информация? Мой друг там работает. Служили вместе. Пацан проверенный. Доверяю, как самому себе. В данный момент абонент не может принять ваш звонок. Позвоните, пожалуйста, позже. Срочно найдите мне Горнштейна и приведите его сюда. Срочно! Есть. А Кулич признался в убийстве? Признался в убийстве Леви и покушении на Серегу. А в убийстве Мушаева? Нет. И Крестовского не сдают. Говорит, это была личная инициатива. Какие у нас шансы привлечь Крестовского? Без свидетельств полковника и адвоката? Никаких. Даже если адвокат подтвердит слова под запись, максимум, что мы сможем, это возбудить уголовное дело, строим обыски, проверим фирмы, покопаемся в документах, но учитывая, какой Крестовский конспиратор. Вряд ли мы что-то найдем. Только проблему себе обеспечу. Он нас по судам затаскает. За клеветом. А если он сам во всем признается? У меня есть одна идея, нужно заехать домой. Дима, подвезете? Конечно. Подожди, какая идея? Так ты не волнуйся. Лежи. Я обещаю. Все будет хорошо. Я обещаю. Да? Я к Эдуарду Николаевичу. Как вас представить? Марина Николаева. Подождите минуту. Эдуард Николаевич, Горштейна не нашли. В смысле? Утром свалил из института. Дома тоже не появлялся. Я пробил по всем друзьям. У него их немного. Тоже тишина. Ищите дальше. Запроси его счета в банке. Проверь вокзал, аэропорт. И хоть из-под земли достань. Но он должен быть здесь. Ты слышишь? Сделаю, Эдуард Николаевич. Принял. Эдуард Николаевич, там к вам девушка пришла. Дочь Владимира Георгиевича. Царство ему небесное. Ну, проси, раз пришла. Я буду в кабинете. Есть. Так, все, как ты любишь. Апельсинчики. Кефирчик. Я же телек сто лет не смотрю. А в нэте серфить времени нет. Горкуши нависает. Поэтому, если бы не дежурный... Да. Ну, ты Серегу даешь. Только уволился сразу под пули. Ну, ты чего? Серега, тебе сейчас максимально позитивно мыслить надо. Мысли материализуются. Слышал? Слышал, слышал. Вот. Все нормально? Хорошо. Без тебя, конечно, в управлении напряжно. Горкуша с меня не слазит. Твой мой найди, там пробей. А, кстати, они же все-таки нашли козла отпущения. Прикинь. В смысле? Купили бомжа какого-то за 50 тысяч. А где он? Горкуша. Бомж. А, в СИЗО. Завтра суд. Шустрый, да? Телефон дай. Чей? Щука не тупи мой телефон. Держи. Да? Димон. Димон, ты говоришь, что у нас улик не хватит, чтобы Епишова посудить? Так вот, их теперь у нас предостаточно. Серьезно? Да, сейчас Щука тебе одну интересную историю подкинет. Привет, Дим. Это Щука. Разрешите? Мариночка, это же мы с похорон не виделись? Да. Можно ваши мобильные вещи? Ну, безопасность превыше всего, особенно когда имеешь дело с журналистом. Присаживайся, пожалуйста. Ну? Какими судьбами, дочка? Дочка, как у вас только язык поворачивается. За что вы убили моих родителей? Вот чего тебе не хватало? Вышла бы замуж за Артема. Забот бы не знала. Но не любишь его так. Любовничка бы завела. Чтобы вы могли меня контролировать. Вы же для этого хотели нас женить. Чтобы я под боком была, а не лезла в ваши схемы. Ну, видишь, умная же девочка. А ведешь себя как дура. Так за что вы убили моих родителей? Замягкотелось и непостоянство. Я просто терпеть не могу эти качества. Они меня раздражают. А у Бори этого дерьма была навалом. Это каблучник. Лариса сказала, он выполнил. Лариса сказала, он исполнил. Твои родители посягнули на целостность моего бизнеса. Тем и поплатились. Да, Николаев. У него же никогда не было проблем с сердцем, я знаю. Он тоже был мягкотелым. Вот, казалось бы, столько лет вместе. Через столько прожили. И под старостью лет заныл. Я больше так не могу жить. Я хочу признаться. Он достал. И потом я ему простил самый главный косяк. То, что он тебя взял к себе. Ну, вот кулич ему и устроил проблемы с сердцем. А так бы Володя еще долго жил. Какая же ты мразь. А какая ты дотошная. Вот прямо вся в свою мамашу. Вот не свал бы она свой нос, куда ни попадя. И жили бы до сих пор большой счастливой семьей. Ну, я утолил ваше любопытство. Марина Владимировна. Простите. Марина Борисовна. Почти. А Мушаева за что? А это не я его убил. Это ты его убила, когда попросила у него о помощи. В тот же день ты подписала ему смертный приговор. а кулич исполнил. А кулич исполнил. Начинаем. Всем группам заходим. красивый вид, правда. любуйтесь, пока есть время. Валера. Проведи экскурсию Марине Владимировне по окрестностям города. Ну, чтобы вопросов не возникало. Понял, Эдуард Николаевич. Сделаю. Прошу вас. Сделаю. Сделаю работать, Валерея. Кто готов? Дорард Николаевич, вы арестованы по подозрению в организации серии заказных убийств, а также в организации покушений на Молчка Сергея Николаевича и Николаева Марину Владимировну. Вы ничего не сможете доказать. А в этом нет необходимости. Все доказательства вы предоставили сами. Уводите его. Все позади. Ты молодец. Это вам. Мы изъяли их при обыске на записи Николаева обвиняет Крестовского в убийстве ваших родителей и в совершении ряда других преступлений. Так что это тоже пойдет в копилку обвинений против него. Могу забрать. Да, мы сделали копии. Вам там есть что послушать. Ну, теперь понятно, почему генерал подарил тебе такой древний диктофон. Это тоже было в ячейке. Ваше свидетельство о рождении и... О завещании? Да, ваш отец оставил его за неделю до смерти и передал генералу. Фирма Бориса Трошина и все ее активы принадлежат его детям. Я поздравляю вас, Марина Борисовна, вы теперь сказочно богаты. Я? Вы. Ваш брат и сестра. Вы нашли их, обо всем известили. Они живут в ста километрах отсюда и очень ждут вашего приезда. Правда? Да. Я скину вам адрес. Спасибо, Димон. Что с Епишевым? Взяли его. Стоять в руки! Эй, тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Полковник Епишев, вы арестованы за пособничество в совершении сокрытия заказных убийств. Надеюсь, адвокат у вас есть? Да это какой-то бред. Какое пособничество? О чем вы? Полковник Кулич вам все объяснит. Пройдемте, Николай Федорович. Ребят, забирайте его. Да, да вы что творите, а? Я буду жаловаться! Сереж, спасибо тебе. За что? За то, что появилась в моей жизни. Без тебя я бы не справилась. Вот кто-кто, а ты будешь очень справилась. И тебе спасибо, что ты тоже есть. в моей жизни. Тихо. Прости, пожалуйста, больно. Все хорошо. До нашей свадьбы заживет. Поехали. Отвезу тебя к твоей семье. Дорогая Марина, дочка, если ты это слышишь, значит, меня уже нет в живых, и я, наконец, могу рассказать тебе правду. правду о том, почему 25 лет я выдавал себя за того, кем никогда не являлся. Правду о том, почему за 25 лет я так и не научился быть нормальным отцом. Правду о том, кто ты на самом деле, кем были твои родители, где твои брат и сестра. Правду, которая навсегда перечеркнет в твоем сердце образ честного генерала и зацементирует образ под лица Николаева, продажного мента, причастного к смерти добрых и любящих людей. Бориса и Лариса Трошина, твоих родных папы и мамы. Прости меня, дочка, прости дурака. За обман, за предательство, за трусость. За то, что боялся смотреть в глаза, когда ты в этом нуждалась. прости. Надеюсь, простишь. Не сейчас, может, когда-нибудь, в будущем. Я люблю тебя, дочка, очень сильно люблю. И за то, что молчал об этом, тоже прости. они живут здесь. Они живут здесь. Маша. Маша. Саша, быстрее, Мариша приехала. господи, господи, сестренка родная. Как же долго мы тебя искали. Слава Богу, ты нашлась. Меня вас теперь никто не отнимет. Российск airport. Мне так уже dog с ему ему Субтитры создавал DimaTorzok